Компания Rolf, Audi Q3, 19-й год, из Германии. Один хозяин был в России несколько дней. Машина с пробегом 70 тысяч, 2 литра дизель на переднем приводе. Очень интересная у нее комплектация, 2,8 она стоит. По условиям и в наличку еще что-то набрасывают. Но обещают, что поменьше нам набросить. По кузову вся ровная, вся красивая. Зазорчики везде очень хорошие. Есть какие-то мелкие коцки эксклюзионные, но ничего критичного по переднему бамперу. Скорчик на капоте. Ну, по мелочи, ничего серьезного. Проемы все, но отлично. Зазоры все отлично, бампер висит очень плохо, никогда не демонтировался. Лобовое штатное, родное все стекла штатные. С бирками, кроме заднего, сейчас позже расскажу. Здесь небольшой стол, там еще что-то было по мелочи. Машина прокрашена, правый борт в Германии. Окрашена передняя дверь, задняя дверь, заднее крыло. Все сделано супер, практически под толщиномер. Если она там вся бьется 90-70, то здесь там 120-130. Цвет здесь очень красивый и очень сложно подобрать. Здесь все подобрано, все подогнали по-человечески. Здесь также косметически окрашен вот этот проем. Видимо, удар в эту дверь пришлось, и что-то она тут внутри поцарапывала. Но также опять ничего критичного нет, и железо все в порядке здесь. Очень странная комплектация, но они были в Германии наборные. Машина очень напичканная функциями всякими разумами, но при этом у нее стоят, допустим, обычные диски железа. Тормозные механизмы по технике тоже все в порядке. Пробег оригинал, мотор сухой. По рейке, по подвеске вопросов нет. Она стояла, чуть под закислили тормоза, но это опять же не критично. Резина еще побегает, но уже надо будет поменять ее. Здесь по зазорам еще попали, но есть такой небольшой косячок. Как-то вот она бывает не закрывается до конца вот эта дверь. Ну, ввиду демонтажа. Опять же, все проемы, все соблюдено, все резиночки сделаны по-немецки. Комплектация. Есть панорама. Есть удержание в полосе. Есть адаптивный круиз. Есть 360 обзор. Очень, конечно, интересно. По задней крышке багажника также все зазоры, все прекрасно, все ровно. По крышке у нас есть электропривок. Здесь также все ниши в полном идеале. Машина уже побывала в российском учете. 43 дня, по-моему. Тут меняли заднее стекло. Не знаю, зачем оно, видимо, разбилось. Опять же, я думаю, в Германии здесь видим небольшой кусок герметика, который стекло прикрепляет. Вернувшись с комплектацией, опять это очень удивляет. Отделка алькантарой. Очень качественная. Подсветочки. Очень удобные сидушки, как сзади, так спереди тоже со вставками с алькантарой и с кожей. Комбинированный такой салон. Интересно. Здесь кожаный посередине. Салон в отличном состоянии, ничего бы нигде не затерто. Опять полосочки. Электроскладывание в зеркал. Автосвет. Автодождь, все авто. Круиз адаптивный, то есть следит за податчиками, за машинами. Здесь также мультируль, тоже в офигенском состоянии. Электронная приборная панель. Панель мультимедиа и внезапно не климат, а просто крутилочки. Ну, кому-то вот из бюргеров понравилось просто на крутилочках. Также система старт-стоп, электронный ручник. Очень прикольно торпеды отделаны. Опять же с алькантарой высокого качества. Здесь мы увидим панорамку. Ну, собственно, два ключа. Аудюшных, стандартных. Бесключевой блок. Старт-стоп. По дизелю без ошибок. Никаких нет нареканий, ничего. Все. Параметры мотора отлично. Коробка отлично. Пробег из коробки соответствует 70 тысячам. Все горит, все работает. Очень приятно у нее сидеть. И опять же, при вот такой комплектации, да, с расширенной мультимедиа, с обзором 360 градусов, то есть, все тут и что хочешь. И передняя камера, и задняя камера. Включай, смотри, сидухи с механическим приводом. Не толкай. Здесь выезжает подушечка. То есть, как в Эсках делают салоны, то же самое. Очень, конечно, интересно. Подсветочка аудио тоже горит зеленым. Цвет, я думаю, можно выбирать из менюшки здесь. Но там пока не ковырял. Ну и, собственно, панорама. Все ездит, все работает. Очень приятная, конечно, функция. Ну, опять же, удивлен, что панорама тут. 360. Все электрическое. Все такое крутое. И бах тебе, короче, крутилочки. Ну, как бы все работает тоже, да. Кондиционер. Подогревы. Вентиляции здесь нет. Подогрева лобового тоже здесь нет. Только заднего. А так, в принципе, очень достойный автомобиль. Надо разговаривать по цене, чтобы нам нормальную цену сделали, а не вот это вот. Панорама, конечно, меняет весь вид машин. По кузову где-то я еще видел царапинки. Сейчас пройдусь еще более подробно. Покажу. Фародиодные. Вот такая грязная, достаточно царапин не видно. Ну, здесь ничего не в проемах, нигде. Здесь все. Очень четко. Салон реально без взноса. При пробеге 70 тысяч километров. Родном. Здесь что-то у нас. Нет, это какая-то грязь. В целом. Здесь все в идеале. Бампера также в идеале. Без демонтажей, без всего. Да, вот на бампере что-то было. Вот. Видно, не знаю. Такая притертость, в принципе, небольшая. На цене, блин, 2,8. Плюс еще занал что-то накидывают. Сейчас, я думаю, пообщаюсь. Так, из косяков у нас замена заднего стекла, окрас двух дверей, заднего крыла и проем. По цвету очень четко, очень красиво. Ничего не отличается. Так у нас не красит даже дилер. Под 120 микрон. С соблюдением всех зазоров, как уже говорил, то есть, ну, была бы она за 2,5, было бы отроднее. В общем, где-то какая-то маленькая есть царапулька. Даже сейчас ее, наверное, не найдут. Вот такая машина. Достойная, с неприличной ценой.